Самый знаменательный момент вечера. Я хотела бы представить вам Леонида Баратца, знаменитого российского актера, нашего героя вечера. Он здесь, с нами. Проходите, пожалуйста. Аплодисменты. После фильма будет обязательно обсуждение. Так, сейчас я вам еще один микрофон. Так, вот тут новые вводные. Леонид сказал, что его уже не будет. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, или же вы можете их сейчас быстренько придумать. Девять 10 часов футбола. Сейчас встречу. Сейчас я тогда, уже по нашей сложившейся традиции, обычно я спускаюсь в зал, если у кого-то... Давайте я что-то скажу, вы спуститесь в зал. Если у кого-то будут какие-то комментарии или вопросы, я с удовольствием... Вы собираете вопросы. А вы не смотрели фильм, я так понимаю, не ходили? Так, я сейчас посчитаю, сколько мы недосчитались в бокс-офисе. Денег? Вот. Сколько людей пришло бесплатно на нас посмотреть. Это черта известная. Прилично. Это черта известная, да, этого народа. Да, так я же тоже из этого народа, поэтому я и посчитаю все. Хорошо, спасибо большое, что вы пришли к нам, к вам, к себе, посмотреть кино. Здесь половина квартета еврейского. Вот. Здесь вообще русские меньшинство затесавшиеся. Саша, так, для виду. Фильм мы писали до событий, которые сейчас происходят. Поэтому фильм получился такой легкий, радостный. Мы датировали его 19-м годом. То есть мы сняли, по сути дела, историческое кино. Впервые. Вот. Для того, чтобы как-то вжиться в роль, мы смотрели много хроники 19-го года. Перенимали пластику, черты характера тех далеких людей, которые жили в 2019-м. Вот. Тех, тех, которые мечтали о чем-то своем в 19-м, не понимая, что их ждет. Вот. Так что это историческое кино. Смотрите его именно так. Давайте с вопросами. Нечего спросить? Ой, а вы играли в девушку, которая... А, вы с фокус-группой. Я не прошу прощения здесь... А, спросить нечего, потому что вы не смотрели кино? Да. Слушайте, это... И они здесь две девушки, которые сыграли в нашем... Вот девушка, я ее узнаю, вы себя увидите на экране. Вообще, на самом деле, делали сериал, и сейчас он выйдет на старте и на других платформах. Будет 8 серий, а здесь такая выжимка. Мы постарались, чтобы нарратив не прерывался, ну, чтобы повествование не прерывалось, оно вроде как и не прерывается. Всегда, если кто смотрел фильмы предыдущие, всегда это квази-сюжет, там его нет практически, там есть диалоги. Здесь то же самое. Ну, есть какая-то сквозная линия, но в основном это разговоры и разговоры уже повзрослевших мужчин, посидевших, которые уже как-то, да, некоторые... Где хвостик? У меня хвостик. У меня хвостик. Вы знаете, это тенденция времени. Все время чувствую, что кто-то за тобой идет. Любитесь хвостиком. Хвост, надо будет оторваться от него. Я не видел, что у меня хвостик. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем и хвостику тоже. Здравствуйте. А знаете, какой у меня вопрос? Ну, и по фильму, потому что я его тоже не видела, как и в большинстве в зале. Поэтому вопрос, наверное, по первому вашему проекту, который я тоже не видела. Это какие-то первые студенческие работы квартета еще на сцене Гидиса. Типичные штампы, да? Это только штампы называлось, да. Только штампы. А что ты из них студенческих шуток, вы помните? Интересно было слышать от первого лица. Ой, вы знаете, там это только штампы, это был спектакль, который был посвящен штампам кино, телевидению и так далее. А вторая часть была какая-то своеобразная. Там были наши этюды. У нас наш руководитель курса, он считал себя учеником Эфроса, а Эфрос строил репетиции на этюдах. И мы делали этюды, и у нас получались очень забавные номера. И там, например, был номер такой интернациональный, где мы... Там был, значит, армянский пестик Баграт, вот, грузинская тычинка Софико, вот. И у них в итоге рождался мотылёк Костик, вот. Он был евреем. Вот. И дальше мы долго пели разные песни, мешая еврейские, армянские, украинские, русские песни и так далее. Это был такой студенческий, очень душевный спектакль. Мы его играли долго. Мы выпустились с ним и играли его лет десять, наверное. Так что, в общем, он пользовался успехом. Вот. Вы его очень дорекопнули? Нет, ну вы копнули в 89-90 год. Ажи. А просто не салонный. Все исторические. А вы куда же копнули? Как хотел. Хотела объявить актрису, о которой говорил Боря, а то как-то прозвучило. Марина Барсукова и Лия Мамухова. Можете представить? Они с нами останутся после фильма, поэтому если у вас будут вопросы, то они, собственно, на них ответят пока вот сейчас. Так, кто был следующий? Вот, да. Вы уже обратились к вопросу. У него была книга такая, репетиция любых. Да. Я хорошо к ней отношусь. Мы даже ставили на курсе, на курсе ставили спектакль, где были, читали главы из этой книги и делали какие-то этюды внутри. Эдвардс – большой режиссер. Я смотрел его спектакль, к сожалению, только уже на компьютере. Не, не, я нигде не смотрел. Я смотрел уже только на экране, по телевизору или… Он был на Малой Бронне, он потом ушел на Таганку и все, да, на Таганку он зря, наверное, пошел. Но сейчас это, я так понимаю, вытеатрал, сейчас это будет очень между собойчик. Мало кто знает, что там будет. Ну, потом вытеатрал. Ухтем. Заятросы. Да. Вот девушка спрашивала про ваше начало. Какие у вас есть планы на будущее, которыми вы можете поделиться, чтобы там какую-то тайну не открыть? Спасибо. Мои планы на будущее, к сожалению, сейчас туманны в связи с туманным будущим не только страны, но и мира. Горизонт планирования очень короткий, но мы, как обычно, мы театр и мы кинокомпания. Соответственно, мы пишем пьесу, у нас есть наши авторы, это я, Слава, лысый человек и еще один непоявляющийся человек. Вот мы пишем пьесу и потом будем снимать кино по недавно вышедшему спектаклю, пьесе «Один день из смерти» и «Вадика Беляева» называется. Театр должен делать спектакль и кинокомпания фильмы «Мужчина, детей». Я так понял, вы через ГИТИСе. У вас же там были разные чуды, животные, предметы. Расскажите о том, какое у вас было животное или предмет. И стандартный вопрос, чтобы вы взяли с собой на необитаемый остров. Предметы, да, мы показывали и животных, и предметы, но я уже, честно говоря, не помню, что именно я показывал. Честно, правда, не помню. А, у нас был этюд пингвины. Мы были всем курсом, показывали этюд пингвины. Помню, что появлялся один пингвин, пугался и уходил. Потом приходил два пингвина. И так вот мы все постепенно, всем курсом, и пугаясь, уходили. Что касается необитаемого острова, во-первых, я бы не хотел там оказаться, но если бы я уже там оказался, я бы взял, наверное... А, людей нельзя брать? Тогда не буду отвечать вам на этот вопрос. Андроиды? Добрый вечер, Леонид, я вам подскажу кипу. Кипу? Да. Ну вот, нет. Нет. Не взял бы я кипу, взял бы, наверное, что-то из практических вещей, и Бог бы меня понял, я думаю. Да. Еще вопросы? Здравствуйте, меня зовут Татьяна Бритнева, я актриса. У меня чисто практический вопрос. Я что хотела сказать. Вот для нас актрис, таких вот красивых, характерных, очень мало пишет ролей, к сожалению. И так как у вас кинокомпания, очень бы хотелось обратиться, чтобы обратили внимание на таких прекрасных, замечательных женщин, не пригласили. Возможно, буду рада. Кстати, у нас еще, у меня одна, вот еще есть характерная, красивая актриса, Татьяна Монако. У тебя такие свои вопросы. Хорошо. Нет, вы знаете, мы пишем от себя, и очень часто натыкаемся на то, что, к сожалению, точно передать диалог женский нам сложно. Мы плохо понимаем, о чем вы друг с другом разговариваете, и как. И разговариваете ли вообще. А мы вам скажем. Да, но тем не менее, у нас есть женские роли. В первом, если помните, там целый корабль женщин, целого славы. Правда, мало, у нас Нона играет довольно часто, Лена Подкаминская играет в мою экранную. Да, и если нам надобится, у нас, ну как, у нас появляются женские роли. Вот характерная роль у... Господи, вдруг вылетел, опять-таки. Я хочу, забыла еще сказать, что день выборов у меня у брата постоянно на повторе, и я почему-то исключительно захожу в определенные, в одинаковые моменты фильма. Да? Ночной Ларек, вот просто прям хит у меня в голове постоянно. Может быть, просто он только их и смотрит. Нет-нет-нет, он смотрит фильм весь подряд, но я захожу исключительно на определенных моментах. Это очень приятно, да, мы когда снимали кино, не очень понимали, как он вообще... И он прошел в прокате так спокойно, никто не знал, кто такой Квартик, никто не знал, мы сами не очень понимали, кто мы, и день выборов такой. А потом он стал культовым уже на кассетах и на дисках. Да, до сих пор нам вспоминают наших героев. Добрый вечер, Леонид. Я тоже Татьяна, правда, монах, актриса и телеведущая. И так случилось, что я за Квартетом и наблюдаю уже больше, наверное, 20 лет, потому что я даже с вами работала на одной площадке, ну, так скажем, подыгрывала, ДК Зуя. Да, Зуева, ну, мы его так называли. То есть те дни, когда не было заняты вами, мы там играли. Я пересмотрела все ваши спектакли, у меня была мысль прорваться к вам на репетицию, мы говорили, что нельзя. И я тогда помню, что у меня всегда была одна мысль спросить, как вы все это пишете, потому что безумно смешно и такое ощущение, что это рождается прямо на сцене. Как вы это делаете? Вы это собираетесь? Или это какое-то озарение? Как происходит процесс? Ну, мы по Чеховскому методу не ждем озарения, мы просто каждый день приходим, садимся в кабинете и что-то пишем. Иногда оно посещает нас, иногда не посещает, а иногда просто уже там, наработанные какие-то вещи и оно происходит. А то, что это похоже на рожденное прямо сейчас на сцене, это потому, что мы пишем совсем про то, что знаем и совсем от себя. То есть, мы пишем прям смешно, смешно вам становится от правды и от точности. Мы не пишем репризы, в основном пишем просто вот мысли и смешно именно от этого, а не от реприз, как в КВН. При том, что в КВН бывают блистательные репризы, я не сравниваю нас, я просто говорю, что методы разные. Вот так пишем, просто приходим втроем в кабинет, садимся и пишем. Сейчас само письмо занимает где-то процентов 7. В основном мы обсуждаем то, что происходит в стране и в мире 93% времени. А 7% пишем. Для этого нужна энергия всех или каждый приносит я вот это придумал, я вот это придумал. Бывает так, бывает сяк, бывает вот кто-то что-то принес, кто-то что-то бац и додумал. Там очень много историй действительно принесенных, но докрученных. Ну то есть вот есть история какая-то чья-то история или история друга, мы ее берем за основу, но делаем ее, формулируем ее и делаем ее более выпуклой, смешной, ну какие-то парадоксальные вещи в нее вставляем. Но в основном это все правда, я и говорю поэтому, что нам трудно женские персонажи даются, потому что мы не всегда понимаем, как вы разговариваете. Мне тоже сложно, я пытаюсь себе писать, я сама себя не знаю. Это вот, да. А с годами сложнее становится это делать? Себя узнать? Нет, я не писать, я уже к этому вернулась. То, что было 20 лет назад, вот остается это же легкость. Или как-то это трансформируется. Вы знаете, мне кажется, что способ написания и форма написания остаются той же, просто темы с возрастом становятся серьезными. Ну, они становятся глубже и так далее. Но мы пытаемся их подавать все равно с легкостью, той легкостью, которая у нас была. Вот день выборов, например, мы бы сейчас не написали. Мы слишком углублены в политическую жизнь и те допущения, которые там в огромном количестве присутствуют, мы бы себе, извините, не допустим, не позволили. А тогда позволили. И при этом люди приходят, то есть смотрят фильм и говорят, так оно и было на самом деле. Политехнологи говорят, ровно так оно и было. Ну, там, правда, мы действительно с некоторыми политтехнологами просто общались. Нам подсказали, например, что действительно был человек, который голодал за еду. Это реальный факт. Он голодал, бледнел, худел, его тошнило, ему было плохо, ему носили еду из очень хорошего ресторана. То есть, так тоже бывает. Ну, что? Спасибо большое. Пожалуйста. Еще вопросы есть? Тогда предлагаю искупать в бурных овациях Дианид Шоя. Смотрите, получается удовольствие, если получится. Многократный обладатель различных пеноприимий участник квартирной книги Дианид Шоя.